В лагере отдыха «Березка», что в Теренгульском районе, наведали спасатели. К счастью, ни о каком ЧП речь не идет, сотрудники МЧС проводили для ребят необычные соревнования. Рассказывали о своей работе и даже дали возможность поучаствовать в тушении пожара. Готовность 01. Именно такое говорящее название носит своеобразная программа, организованная для ребят сотрудниками МЧС. Подобные мероприятия спасатели проводят регулярно и каждый раз отмечают неподдельный интерес детворы. Вопросы задают дети совершенно разные. Интересуются, для чего пожарным нужна такая одежда, почему именно такое или иное оборудование используется, каким образом правильно переносить пострадавших, какое используется на пожарной машине оборудование. Кстати, взглянуть на пожарную машину вблизи ребятам позволили и терпеливо ответили на все вопросы. А еще в программе и небольшая лекция про действия в случае ЧП, и викторина, и даже веселые старты с уклоном в работу пожарных и спасателей. Надо и огнетушитель перенести, и пожарный рукав развернуть, и в бушлат облачиться. Так и было. Ребята выполняли непростые задания, хоть и под контролем взрослых, но все же самостоятельно. А если иногда случались ошибки, так это и есть тот опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем. А вот тушение настоящего пламени только вместе с огнеборцами и при выполнении всех строгих инструкций. Савелия пропустили первым. В этот день ему исполнилось 12. Но такого подарка от друзей из березки он не ожидал. Волновался, честно признается мальчик. В такой ситуации не страшно, но, скорее всего, на работе пожарника это очень страшно, ведь там огни побольше, намного больше. Из-за этого это очень опасная работа. Ну а апогеем встречи со спасателями стала демонстрация работы пожарной машины. Ребят попросили не стоять к технике слишком близко, зато не возражали против того, чтобы они оказались под своеобразным искусственным дождем. Да и сами ребята из березки явно не были против того, чтобы немного промокнуть. Зато эмоций было хоть отбавляй. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, из Теренгульского района.